Я профессиональный дизайнер. Нет, я вот не это хотела сказать. Я хотела рассказать о своих детских мечтах. Вот, детские мечты. Я хотела быть балериной, фигуристкой, театральной какой-нибудь актрисой, ну, в лучшем случае киноактрисой, и попыталась все-таки там в жизни как-то вот, все так получилось, что у меня так все переплелось. И эти маленькие мечты все-таки, они как бы нашли свое применение именно в моей работе, потому что я поработала и в кино, я думаю, что будет еще такая возможность, потому что я подходила всегда к Октану Абдекалыкову и говорила, а что же вы меня вот в кино не берете? Вот так хочется как-то вот, ну, что же, вот есть куда-то вот как-то приобщиться, хотя у меня муж тоже режиссер. Он говорил, ну, для вас нужно какое-то огромное историческое полотно, нужны же какой-то такой размах, ну, как-то вот, а у меня такие маленькие, очень трепетные картины, я говорю, ну, ладно, я подожду этого своего звездного часа. Вот, конечно, удалось поработать с таким великим человеком, как Мелис Убукеев, это такая тоже отдельная песня. Я думаю, что он, наверное, меня один из первых раскрыл и всегда меня называл звездой. Ну, если кто-то знает Мелиса Убукеева или о нем слышал, как бы неформальные такие вещи, он был, слыл таким женским сердцеедом, специалистом женской красоты. Вот, и вокруг него всегда были такие огромные женские кастинги, какие-то вот очень много девушек, очень много танцовщиц, певиц, и он всегда говорил, что вот, типа, вот, эх, жаль, ты хороший специалист, а так бы могло бы быть все по-другому. Вот, и мы с ним сделали очень хорошую картину, то есть я приняла эстафету после его 8-летней, такой большой жизненной работы, это «Вселенная Манаса», и я, естественно, отвечала за костюмы после всех-всех-всех больших вот его работ. Вот, тоже было очень интересно, и, наверное, именно со «Вселенной Манаса» началось, как бы, мое такое открытие этнического костюма. Нет, наверное, не с этого, потому что я облазила все библиотеки в Москве, иностранная библиотека, то есть библиотека иностранной литературы, Ленинка, Музей Востока, Эрмитаж, все, что можно было везде нарыть по киргизскому костюму, к сожалению, было очень мало информации во время института, и у нас была такая возможность попадать в любые такие самые укромные места и везде все это копытить, искать. И, к сожалению, самые лучшие сохранившиеся исторические, как бы, памятники костюма декоративно-прикладного искусства почему-то сохранились в Британском национальном музее. Ну, там, в 88-м году это было практически невозможно сделать, чтобы просто так съездить и все это посмотреть. Поэтому я пользовалась лучшими как бы запасниками музеями Советского Союза, и информации было, к сожалению, очень мало. Поэтому приходилось что-то придумать, выдумывать, и практически все, что есть, я всегда говорю, что киргизский костюм, это, конечно, сказка, это миф, это придуманные какие-то иллюзии, это легенды, это вот что-то вот такое, вот наше какое-то подсознательное, потому что практически костюма нет. Это вот я говорю с полной уверенностью человека, который уже не первые десяток лет занимается как бы вот этими вещами. Вот. И все-таки аудитория очень молодая, вот как-то так все неровно получается, к сожалению. Так-то хотелось так гладко, красиво, не знаю, не получается. Просто хотелось, наверное, рассказать о каких-то самых значимых событиях в моей жизни. Просто сейчас вокруг этого как бы не очень такие хорошие моменты, и мне кажется, что это событие было не так хорошо освещено было в нашей прессе, и как этого заслуживали люди, которые с этим сталкивались. Я хочу просто в двух словах рассказать как пример возможности именно молодого поколения о выставке Экспо-2010 в Шанхае. То есть была такая интересная ситуация, и в этом отношении я очень благодарна вот стране, что у меня получилась такая возможность поработать очень долгое время над этим, потом получить по башке, как бы забыться, и очень много проблем было из-за этого. Но я не жалею, потому что как бы с этим соприкоснуться, увидеть масштаб вообще этой страны, Китая, то есть я на Китай посмотрела совсем с другой стороны, и быть такой вот гордой. И вот это действительно вот такие очень сложные слова, очень такие вот настоящие, что что-то сделать для этой страны, я это понимала именно не здесь, вот не сейчас, я понимала там, в Шанхае, когда 7 апреля произошло то, что сами знаете что, 15 числа я бросила семью, непонятно вообще там, на руинах, компанию, дом, мы там 19 раз перевозили магазин, потому что мы находимся в центре, столько потерь, я думаю, что я не буду об этом сейчас останавливаться. И 15 числа мы уезжаем в Шанхай, строить практически павильон своими руками, и когда ничего не выделялось, вообще ничего не было, и работала над этим проектом маленькая компания, состоящая, то есть маленькая команда, состоящая из буквально там 4-5 человек. И хочу в двух словах рассказать об этом молодом человеке, то есть есть такой мальчик, его зовут Иркинов Тимир, Тимур я его называю, Иркинов Тимирбек, ему было на тот момент 24 года, и этот мальчик практически один построил киргизский павильон в Шанхае, который по версии журнала Times, американского журнала Times вошел в пятерку самых интересных моментов. При бюджете, про который даже вслух я не могу говорить, потому что это просто неприлично или нескромно, потому что люди могут подумать, что мы эти деньги или украли, нам их подарили, потому что это практически сделано бесплатно, потому что российский павильон стоит 40 миллионов долларов, казахский 16, а киргизский, ну там, ну какие-то прям, я не знаю, ну прям совсем какой-то детский сад, и это тоже та же возможность, которая говорит о том, что за, как говорил мой старый друг Кириксизов, за деньги любой дурак может делать сказку, потому что получилось так, что мы работали полгода с национальным музеем, и никогда с национального музея камни, золотые маски, никогда ничего не вывозилось как бы за пределы страны. То есть мы очень долго работали с музеем, я хотела сделать такой маленький павильон, как действительно такой мифический, очень простый, ну вообще как бы сама идея этого павильона, все очень стеснялись, и меня пригласили именно в тот момент, когда выиграли как бы проекты очень страшненькие, то есть я вам расскажу об одном проекте, это вот стояло в центре, знаете, Рухордо, да, вот эти деревья железные, значит, в центре нашего павильона должно было стоять железное дерево, страшное просто, что очень страшно, и там должны были висеть эти телевизоры, и там должно было по этим телевизорам показываться наши достижения, ну очередные там несуществующие пресс-подборщики, там, ну вино, водка, мука, там что у нас еще есть, там гидроэлектростанции, и по стенам должны были просто висеть планшетики с фотографиями вот этих наших псевдодостижений. И когда ко мне подошел вот тот вот руководитель торгово-промышленной палаты, который сейчас тоже сбежал, и сказал, ну что ты думаешь по этому поводу, я сказала, что мне как всегда нас там страшно жалко, что мы такие байкуши, такие несчастные, и как всегда киргизы такие самые вот бедные, ну сколько, когда это закон, когда это вот кончится вообще в конце концов. Я подошла к своим ребятам знакомым, компания Ордо Продакшн, и говорю, да ребята, давайте сделаем что-нибудь такое вот интересное. Отказались практически все, потому что сказали, что это все-то очень страшно, это же Шанхай, это же вот Шанхай, это же, ты вообще понимаешь, что там небоскребы, это же все лучшие архитектурные бюро работают, там Олимпиада, там же Пекин, это же вообще все. Я такая, ну и что, а у нас же вообще ничего нет. Говорю, ну не надо это делать, нужно делать такой маленький наш мирок материальный, наш вот такой рукотворный, наш весь такой войлочный, стильный, простой минимализм. У нас будут лежать рунические камни там какого-то пятого века до нашей эры. У нас будет висеть, маску нам золотую не дали, конечно же, у нас будет висеть голограмма золотой маски. То есть мы придумали такую интересную концепцию, тоже с очень молодыми, никому неизвестными архитекторами. В конце концов, собралась действительно очень маленькая команда, нам никто ничего не дал, не из музея, все сказали, что это все ворует Максим, и за две недели до начала, то есть до нашего отлета, я начала все имитировать из войлока. То есть вместо рунических камней мы сделали на киностудии мой супруг вместе с группой художников за 5 ночей, 5 вечеров, 5 дней, сделали из пластмассы, из пенопласта балбалы, камни мы сделали у Тани Воротниковой из войлока. То есть столько много таких вещей, мы все заменили, и когда на главной интернет-странице Жиминь-Жибау, это у них главная газета, на главной странице вышла статья, что старинные изваяния киргизов, поражают своим чем-то чем-то, я поняла, что мы победили, потому что все поверили, все думали, что это все настоящее, потому что это одна проблема, но другая проблема, я знаю, что Китай — это миллиард человек, но я не знала, что это такое, вот потрогать руками, что такое миллиард человек, потому что я присутствовала на открытии выставки, я даже во сне не видела такой концентрации людей, быстро перемещающихся в твою сторону, и нужно было держать, и только у нашего павильона стоял таймер, который фиксировал прохождение, как бы количество людей, через сколько человек посетило павильон, и он сканирует только одного человека, то есть не 7-8 одновременно, и в первый день зашло 2 миллиона человек, вы можете себе представить? И была я, и был дядечкой, и все, чем мы занимались, потому что пока все побежали переодеваться, пока все, потому что мы ночью все это гладили, парили, штопали, все резали, и когда мы побежали, то есть я осталась одна с одним чиновником, я кричала ему «Стой, держи юрту», сама стояла «Бал-бал», то есть люди все заходили, они все это выносили, потому что это все нужно было, то есть у нас был павильон абсолютно пустой, и просто удивительно, что мы попытались сохранить, что я хотела сделать сказку, я хотела сделать сказку, эта сказка из ничего получилась, и самое главное, что я еще раз подчеркиваю, что вот этот большой проект, который делается один раз в 5 лет, на который затрачиваются громадные средства, на который работают самые крутые архитектурные бюро, борются, чтобы участвовать в этих проектах с каждой страны, там Швейцария потратила, я не знаю, какие космические деньги, Швейцария построила канатную дорогу, она построила горы настоящие, Бельгия сделала настоящую шоколадную фабрику, с цикличным законченным процессом, то есть у нас была такая маленькая сказка, которая все-таки, и еще тоже мне прислали ребята фотографии, когда павильон, когда закончилась эта выставка, когда этот порт весь сравняли с землей, и как бы остаток вот того, что это было, был какой-то вот флер, на улицах Шанхая сделали такие огромные билборды самых любимых павильонов, и киргизский павильон там тоже был, ребята засняли это на сотовый телефон, тоже было очень приятно. Я просто не буду рассказывать о своем творчестве, потому что я думаю, что как бы это такое очень, все официальное, все это видно, все это, все мы над этим работаем, я хочу тоже рассказать о маленьком таком промежутке времени своем, я вам говорила, что я хотела быть там балериной, еще кем-то, есть и спектакли очень интересные, которые идут и на площадках России, и вот мой любимый Мариинский театр, я говорила о любимом фигурном катании с детства, я думала, что фигурное катание с детства у людей моего поколения, потому что кроме этого больше нечего было смотреть, у нас было только фигурное катание, балет и тяжелая атлетика, все, больше ничего не было. Поэтому как-то все это ассоциировалось именно вот с этим, поэтому приятно сказать, что тоже мало кто об этом знает, что я давно сотрудничаю почему-то с российской сборной по фигурному катанию, и одеваю там еще уже вторую какую-то олимпиаду, и чемпионы, которые катаются, они катаются в нашей одежде. Вот это вот приятно, а об этом тоже мало кто знает. И насчет балета, конечно, не та вот как бы весовая категория давненько, уже и возраст не тот, но когда я повела дочку на танцы, на американские уличные танцы, и каждый раз, приходя за ней, стоя там полчаса, я поняла, что нет, на мечте на горло не наступить, я всю жизнь мечтала именно о таких танцах, терпеть не могу, там танец живота, что у нас там еще, вот еще что-то вот такое ужасное в нашем исполнении, в таком еще провинциальном, в жутком. И вот меня жизнь свела с такой, с блестящей командой, мне кажется, вам нужно в следующий раз обязательно пригласить кого-то из ребят, кто создал эту уникальную студию, Let's Dance, это просто вообще, просто супер. Вот, и я уже в течение определенного времени дохожу с удовольствием, и очень приятно, что именно в этом году, вот, Карманбек, вы зря об этом сказали, насчет только девочек, потому что в этом году мы запустили мужскую линию, и мужскую линию, кто видел, презентовала именно эта группа, и она имела ошеломляющий успех. Я хочу сейчас вот немножко, может быть, немножко, мы вот благодаря дочке, мы как-то немножко покажем, что даже в таком возрасте, в дне 48 лет, можно заниматься американскими уличными танцами, и это как бы не предел, потому что тот, кто, человек, который создал эти танцы, ему вообще 65 лет, он до сих пор танцует и принимает активное участие во всех соревнованиях. Можно? Ты сюда проходи? Давай. Так, а можно погромче? Так, мы просто пока ходим, да? Просто пока ходим. А-а-а! Бойся! Мочка, так, я на этой стороне стою. Давай. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, так неудобно танцевать. АПЛОДИСМЕНТЫ Все? Все? Все, помогай.